Колоссальная польза мировой науке астрофизик о российских проектах по изучению космоса в 2020 году. 8 января 2020 года, 23 Арсений Скрынников одними из самых значимых для России событий в сфере изучения космоса в 2020 году станет обзор Вселенной с помощью обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщил директор Государственного астрономического института ИМПК Штернберга МГУ Константин Постнов. В беседе S.R.T. ученый также рассказал о будущих запусках аппаратов серии «Спектр», напомнил о необходимости срочно решить проблему космического мусора и прокомментировал информацию о предстоящем открытии Российского Центра по обнаружению опасных астероидов. Исследования космоса в наши дни связаны прежде всего с крупными международными проектами. Можете привести примеры подобного сотрудничества с участием наших ученых. В первую очередь это, конечно, космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» или «Спектр-РГ», которая была запущена из космодрома Байконур в июле этого года и очень успешно сейчас работает. На ней установлены российский рентгеновский телескоп «Артекс-Си» и рентгеновский телескоп «Ирозита» из Германии. На самом деле каждый из этих инструментов состоит из семи очень чувствительных рентгеновских телескопов, работающих в разных диапазонах. Данные от обсерватории поступают каждый день, направляются в Институт космических исследований для обработки и анализу. В этом проекте вся небесная сфера поделена равно пополам для российских и немецких ученых, идет абсолютно равноправное сотрудничество. Очень важно, что Роскосмос блестяще вывел этот космический аппарат на заданную орбиту, а НПО имени Лавочкина сейчас принимает всю информацию и ведет эту программу совместно с Институтами Российской Академии Науки Баллистическими Центрами. У нас давно не было таких успешных научных запусков для фундаментальных астрофизических исследований. Что планируется делать в этой обсерватории в следующем году? 8 декабря обсерватория начала обзор неба в рентгеновских лучах, который продлится 4 года. Небо сканируется полосками по 1 градусу каждые 4 часа. За время обзора будет открыто около 200 тысяч скоплений галактик, в которых горячий межгалактический газ светит в рентгеновских лучах, порядка нескольких миллионов активных ядер далеких галактик и квазаров. Когда появятся первые промежуточные результаты? Мы уже сейчас получаем результаты. Каждую секунду идет непрерывное сканирование неба. Каждый день данные со спутника, находящегося от Земли на расстоянии почти в 1,5 миллиона км, передаются на Землю, так что полученные данные обрабатываются практически в режиме реального времени. Чувствительность обзора спектра РГ по отдельным источникам и в длительных экспозициях 100 раз превосходит все существующие обзоры неба такого рода. Как известно, в науке любое увеличение чувствительности на порядок всегда приводит к совершенно новым удивительным открытиям. Мы все с нетерпением ждем результатов. Картинки, которые уже получены, это просто какая-то фантастика. Так, на площадке размером порядка 20 градусов в рентгеновском диапазоне видны тысячи источников. И это не только звезды нашей галактики, Млечного Пути, но и сверхмассивные черные дыры в ядрах далеких галактик и скопления галактик. Константин Александрович, эти фантастические изображения доступны для широкой аудитории. На официальном сайте обсерватории srg.cosmos.ru уже выкладывается общедоступная информация. Есть снимки неба, полученные на стадии верификации, когда спутник летел от Земли на заданную орбиту и снимались отдельные поля. И уже в ближайшем будущем все российские ученые будут иметь доступ к полученным данным. Или даже астрофизики со всего мира. Верно. Организован как российский консорциум, куда входят наши ведущие ученые, так и аналогичный консорциум в Германии. В 2019 году астрофизики из России получили медаль имени Дирака за исследование новорожденной вселенной. Еще один российский коллектив был удостоен Газпремии РФ за решение проблемы регистрации гравитационных волн. А что мы можем ожидать от наших исследователей в 2020 году? Что касается 2019 года, то у нас было еще одно замечательное событие. Геннадий Борисов, сотрудник нашего института, открыл первую внегалактическую комету. Комет много открывается, но это вот оказалось уникальной. Она не связана гравитационно с Солнечной системой. Это открытие совершенно не было запланировано. Так что и в 2020 году вполне может случиться что-то совершенно удивительное и неожиданное. Нужно обязательно упомянуть международный космический эксперимент с ведущим российским участием «Радиоастрон», руководителем которого был академик Николай Семенович Кардашов. Этот проект завершился в прошлом году после семи лет успешных фундаментальных астрофизических исследований с помощью радиотелескопа, смонтированного на космическом аппарате «Спектр-Р», первый из четырех аппаратов серии «Спектр-РТ». Информация, которая была получена в ходе этого эксперимента, продолжает обрабатываться. В наступающем году по нему ожидается много важнейших научных результатов. Если мы не скажем про астрофизиков-теоретиков, то незаслуженно обойдем вниманием фундаментальную науку. Какие сюрпризы могут нас ждать в этой области? У нас очень сильная теоретическая школа в области космологии ранней Вселенной. Академик Алексей Старобинский и его коллеги в Институте теоретической физики им. Космическая загадка. Ученые зафиксировали три сигнала из области возможного слияния черной дыры и нейтронной звезды. Ученые практически одновременно зафиксировали три сигнала из одной области в космическом пространстве. Были зарегистрированы. Это похоже на случайное совпадение. Области локализации всех этих событий огромны. Десятки, если не сотни квадратных градусов. Временной интервал регистрации этих событий тоже достаточно велик. С точки зрения физики совершенно непонятно, что там было за нейтринное событие, предшествующее слиянию двух черных дыр. По уточненным данным от LIGO, 16 декабря 2019 года зарегистрирован всплеск гравитационных волн именно от слияния двух черных дыр, а не черной дыры и нейтронной звезды, как предполагалось раньше. А.Т. Но будет, конечно, очень интересно, если докажут, что эти события были как-то физически связаны. В СМИ недавно сообщалось, что в России появится Центр по обнаружению опасных астероидов и что реализация проекта начнется, по предварительным расчетам, в середине 2020 года. Как вы относитесь к такой инициативе? Неужели есть риск, что следующий год мы не переживем из-за какого-то там астероида? Такие мировые центры существуют, так что это нельзя назвать чем-то совершенно новым. Безусловно, нужно следить за известными и новыми небесными объектами. Время от времени появляется информация, что потенциально опасное небесное тело приближается к Земле, но это больше рассчитано на резонанс в СМИ, как и в случае с темой изменения климата. Еще более крупный, но и более далекий по времени космический проект – спектр М, или миллиметрон. Он предполагает вывод на орбиту системы Солнца – Земля радиотелескопа, работающего в миллиметровом диапазоне. Его предполагается использовать для получения изображений космических объектов со сверхвысоким разрешением.